Дорогие гости спортсмены из солнечного Краснодара, позвольте от имени главы Ленинского городского округа, передать слова приветствия, пожелать всем в очередном чемпионате России успехов. Стартовавший чемпионат России продлится до конца сентября. В нем примут участие семь команд, представляющих Краснодарские и Ставропольские регионы, Владимирскую и Московскую области. В первой игре, где встретились видновский металлург и команда «Заря» из Краснодарского края, хозяева поля не стали, как это водится, прощупывать защиту, искать брешь в обороне противника, а сразу начали атаковать и уже в первые полторы минуты забили сопернику три мяча. Все хотят себя проявить, все те задания, наработанные комбинации, все воплотить в реальность в первой игре и поэтому бывает небольшая спешка, но пока справляемся. Дальше команда несколько снизила обороты, тем не менее уже к середине матча разрыв между соперниками составлял семь очков. Впрочем, и спортсмены, и руководство команды «Заря» довольно трезво оценивали свои возможности. У них на этот чемпионат свои планы. Стараемся пробиться в середину, показать какой-то результат, подогнать молодежь, потому что команда меняется, команда растет, кто-то приходит, кто-то уходит. Поэтому сезон научить молодежь к играм и непосредственно занять какое-то среднее место. Понятно, что мы не лидеры в этом чемпионате. Итоговый счет 13-0 в пользу «Металлурга». Результат, безусловно, порадовал болельщиков команды, но главные встречи с серьезными соперниками еще впереди, а потому президент клуба Валерий Нефантьев пока весьма осторожен в прогнозах. Определенная система подготовки сложилась, и мы ее вот уже последние 20-30 лет не нарушаем. Подготовка шла серьезная, но вот сейчас нельзя говорить то, что это первая игра, чемпионат, первая игра. И все готовились, и все хотят выиграть. Поэтому, естественно, как сезон сложится, никто предсказать не может. В следующем матче на домашнем стадионе «Металлург» встретится с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.